В сверточных нейронных сетях применяются два новых типа элемента. Первый элемент мы уже с вами рассмотрели, это сверточный слой, а второй элемент это пулинг слой. Сейчас мы рассмотрим с вами, что такое пулинг слой. Пулинг работает следующим образом. Вот сейчас мы будем рассматривать пулинг размера 2х2 со страйдом 2х2. Что означает пулинг размером 2х2? Это означает, что мы выбираем из изображения 4 пикселя. Раз, два, три, четыре, которые расположены внутри прямоугольника размера 2х2. Из этого изображения мы выбираем максимальное значение. То есть вот в начальном положении максимальное значение это 5. Соответственно в результат мы будем писать значение 5. Дальше у нас идет страйд 2. Это означает, что мы делаем 2 шага. Раз, два. И следующее значение мы будем вычислять уже вот в этом прямоугольнике. В этом прямоугольнике максимальное значение это 3. Соответственно мы пишем тройку. На этом у нас строка закончилась. Мы переходим к следующей. Но поскольку у нас страйд по у тоже 2. Первое значение это по х. Второе значение это по у. Здесь тоже первое значение это по х. Второе это по у. То следующий ряд мы пропускаем. И переходим сразу к третьему ряду. Накладываем масочку размера 2 на 2. Смотрим здесь максимальное значение. Здесь максимальное значение у нас 7. Соответственно мы пишем в результат 7. И дальше делаем 2 шага. И вот в этом положении тоже выбираем максимум. Это у нас получается 2. Что было бы если бы у нас был MaxPooling размером 2 на 1? В этом случае мы прикладывали бы рамочку размером 2 по х и 1 по у. То есть вот такой прямоугольничек. И в этом случае у нас результат был бы 5. Страйт в этом случае конечно должен был бы быть не 2 на 2, а 2 на 1. Какой у нас будет получаться результат? 5. Затем мы смещаемся. Еще раз прикладываем прямоугольничек. Здесь у нас получается тройка. Дальше смещаемся вниз. Здесь у нас получается тройка в этом положении. В этом положении у нас получается единица. И так далее. Дальше 6, 1, 7, 2. Вот в этом случае у нас бы получился вот такой результат. Стоит отметить, что по умолчанию размер пулинга совпадает со страйдом. То есть мы не берем пулинг из пересекающихся областей. Все области, из которых мы делаем пулинг, они не пересекаются. Однако можно выставить страйт таким, чтобы эти области пересекались. То есть, например, можно сделать max пулинг размером 2 на 2 со страйдом 1 на 1. И тогда мы будем брать пулинг сначала из вот этой области. Затем переходить вправо на 1 пиксель. Делать пулинг из этой области. Дальше переходить вправо еще на 1 пиксель. И брать пулинг вот уже из этой области. И тогда результат будет у нас размером 3 на 3.